Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому для жало бы нам спастись. Дорогие друзья, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Из города Липецка всех приветствую. И особое мое сегодня благоставение, моя молитва, такая особенная моя молитва сегодня за город Коломну, за всех святых в Коломне, за церковь, за всех верующих и всех верующих разных конфессий, динаминаций. И молюсь за слово жизни, за церкви вашего города, братья и сестры. С Коломной у меня связаны очень такие добрые воспоминания. Я бывал в вашем городе, но это было уже очень давно. Это было еще в начале 90-х, 91-92 годы. Дело в том, что я до 91-го года нес служение, православное церковное служение, как чтец и подиакон. И как чтец я на клиросе служил в 80-е годы в Московской области, в Орловской и в Московской областях. И в 91-м году стал священником. Последние месяцы были Советского Союза. Я нес служение священника уже. Это было в Рязани. И все мои друзья в Москве были, а я уже в Рязани. И через Коломну часто проезжал я. И вот очень интересно были. Галутвин, помню, станция, значит, Коломна. Интересно, так вот, возрождающиеся монастыри, храмы. Тогда, как раз в 91-м, 92-м годы, в вашем городе открывались многие храмы. Они становились вновь действующими. До того были закрытыми. В лучшем случае музеями. А так чаще всего, значит, ну, были, ну, честно говоря, так не в обиду сказано, ну, загажены были. Вот так вот. Я сам был свидетелем этого безобразия также. Потому что в 92-м году, допустим, мы там мусор выносили, разгребали. Значит, прямо возле станции Коломна, значит, там несколько храмов. И вот в одном из храмов, я помню, такой старенький-старенький, там выносили много мусору. И я видел, как все было загажено, к сожалению, местными жителями вот там все. Ну-ка, в туалет превращено одним словом. И, ну, хорошее воспоминание в том, что храмы восстанавливались. То есть, что я, как священник традиционный, православный, конечно, тогда не думал о реформации. Я в то время был далек даже от идеи реформ церковных. Был молодым священником-традиционалистом, простым сельским батюшкой. Мой приход, кстати, находился где там? В Рязанской области тогда, в Виленке, село Виленке, Михайловский район. Вот. И, опять-таки, ну, в самой Рязани, когда я ездил в Москву, то я постоянно приезжал к Коломну и заезжал к моим друзьям. Значит, и есть интересные воспоминания мои с Коломной связанные, чудеса, кстати, свидетельства очень интересные. Вот. В том числе и спасение некоторых людей, будучи традиционным священником, но Бог использовал меня для спасения некоторых людей вашего города. Значит, не знаю, сейчас живы-ни, живы-ни, но один из них, он пытался убить себя, самоубийством закончить свою жизнь. Доставал уже пистолет, он был тогда директором, там, этого предприятия. Одного из предприятий города Коломны, я был в кабинете его, и он доставал пистолет, чтобы, из сейфа, чтобы застрелиться. Вот. Он был уже выпивший для храбрости, как бы, чтобы совершить этот акт самоубийства. И здесь как раз я попал, значит, на предприятие, договаривались с типографией, печатание, там, газеты, чего-то еще. И как раз так получилось, что, вот, значит, начальник узнал, что священник, значит, священнослужитель пришел, значит, на предприятие. И попросили меня, секретарь, зайти к нему. И вот он хотел исповедоваться, значит, как бы, перед смертью. А потом попрощаться с жизнью, и достал пистолет. И я долгое время был с ним в кабинете, и, знаете ли, отговаривал его от самоубийства. И слава Богу, что в конце нашей беседы он покаялся, молился, значит, тогда вместе со мной к Господу обращался, плакал. Уже пожилой человек тогда, уже не, ну, как пожилой, ну, тогда ему было уже, значит, там, так, предпенсионного возраста, я так понимаю. И он, слава Богу, не совершил это безумие, слава Богу, он остался жив, и для меня это было отрадой. Знаете ли, я когда уехал уже с этого предприятия, вот, на квартиру уехал, то я радовался, что душа-то была спасена таки. Вот, он, по-моему, ходил потом в один из храмов там православных, значит, по-моему, в Галутвине, там, монастырь тот. Вот, я потом приезжал туда и там видел, значит, как раз этих людей с этого предприятия. Но, по крайней мере, знаете, друзья, я хочу в Коломне послужить Словом Божьим, уже будучи как реформатор. Ныне я уже архиепископсом реформаторской православной церкви Христа Спасителя, обновленец. И в эти дни я планировал быть в Коломне, но, к сожалению, сейчас вот нет транспорта. Вот, и привязанный я то блаблакар к поездкам этим, таким попутным, то, значит, к поездкам с братьями, у кого есть автотранспорт. Вот, и проповедую в Липецке, в Рязани буду вот, даст Бог уже завтра. Но до Коломны, к сожалению, не доберусь. Я завтра утром чисто физически не смогу быть с вами. Если, может быть, только лишь, не знаю, восхитит Господь, ангел, знаете ли, как Филиппа того самого, я не против, я только за. Я верю в чудеса, я знаю, что Бог, Он чудесный Бог, Он совершает многие чудеса. Я хочу с вами поделиться этим всем свидетельством, прославить Господа вместе с вами, дорогие друзья, братья и сестрички, дорогие возлюбленные во Христе. Очень буду рад с вами познакомиться, потому что в Коломне я знал только лишь православных, там, старого и нового обрядов, таких ортодоксальных, православных. Но ныне я буду рад познакомиться с евангельскими верующими вашего города, слава Богу. Хочу познакомиться и с баптистами, писятниками, харизматами, адвентистами, разными церквями, разными общинами, значит, собраниями. И пусть, как и здесь, в Липецке, пусть проставляется имя Господа Иисуса Христа. Вот, и, конечно же, в эти дни, когда православная церковь, и не только православная, наверное, так или иначе, ну, у нас в России, допустим, вообще, в бывшем союзе, наверное, ну, все христиане, все в течении существующих, так или иначе, значит, вспоминают как раз о крещении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это очень хорошая тема. Я проводил семинары, вы можете посмотреть на моем канале Ютуба как раз эти все служения, которые проходили в эти дни здесь, в Липецке. Я здесь имею много друзей, у меня здесь, я бывал уже не раз, уже как реформатор, проповедовал Слово Господне. Первый раз еще, вот, летом, не знаю, 10-15 тому назад, давно уже. Вот, и вот пару лет назад тоже проповедовал здесь. И вот сейчас снова с таким апостольским визитом, можно так выразиться. Ну, а попроще, вот, несу Слово Божье, Евангелие Христово, и как священнослужитель православный, реформатор, обновленец, я несу Слово Божье в разных собраниях, в разных конфессиях, и вот здесь говорю о крещении, как именно, во-первых, ну, о крещении, конечно же, вспоминаем самого Господа Иисуса Христа, как я выше уже сказал, да, но также и говорю о крещении нашем по вере во Христа Иисуса, которое совершаться должно, потому что доброходно дающего любит Бог, потому что насильным мил не будешь, действительно, и крещение это то, что мы называем испрашивание у Бога доброй совести, или обещание служения Богу доброй совестью, и то, и другое подразумевает именно акт свободной воли человека, не за страх, а за совесть, отдающая свою жизнь Господу Иисусу Христу, и когда я крещу людей, то я не часто выступаю в роли крестителя, но в наших церквях, в наших общинных церквях я крещу, и бывает в гостях тоже выступаю в роли так крестителя, чаще как проповедующий о крещении, подготавливающий к окрещению, оглашение у нас это называется, огласительные беседы проводящие, значит, вот, и я тоже провожу огласительные беседы такие, готовлю к окрещению, потому что с 96-го года, когда я у вас бывал там в Коломне, то 91-92 год, я тогда крестил младенцев, и, кстати, и коломенских кого-то я крестил там, но, знаете, к сожалению, в то время я крестил без просвещения, без обращения, но ныне, я с 96-го года самого, уже вот почти 22 года, я крещу только лишь людей, сознательно уверовавших и принимающих крещение сознательно по вере своей, отдающих свою жизнь Господу Иисусу Христу, я погружаю в воду с удовольствием, провозглашая имя Спасителя нашего Иисуса Христа, я крещу во имя Отца и Сына и Святого Духа, говорю людям слово евангельское, но в эти дни, если вы просмотрите записи, то вы поймете о чем, я говорю также и о духовной значимости самого крещения, как действительно переживание не просто разового, а постоянного пребывания в Боге, погружение в Бога, погружение в Господа, в Его Святую Любовь и пребывание в Нем и пропитывание им, потому что, знаете, вот как ни странно это звучит, но баптизо, вот в современном греческом языке означает погружение в смысле окунание, да, и мытье, допустим, окунание. Вот, в старом греческом использовалось это слово, баптизо, погружение в смысле погрузиться и там остаться и пропитаться всем тем, и чаще всего греки древние, еще и за 200, за 300 лет до Христа, это слово использовали для описания соления огурцов, я думаю, жители Коломны тоже любят огурчики, да, любите огурчики, соленые огурчики любите, да, наверное, любите малосол, нет, или да, но как бы я думаю, что многие любят малосольные огурчики, так вот малосольные огурцы греки не называли баптизо, они считали, что это еще не до баптизские огурцы, а баптизские огурцы какие они считали, те называли огурцы, которые прошли полностью просолку, не только на шкурке своей имеют соль, а внутри себя уже имеют соль, потому как Господь и говорит, что кто уверует в меня и погрузится в меня, пропитается мной, моей любовью, тот будет спасен, кто не уверует, ну так и погибнет, как говорится, по аналогии с огурцами на грядке огорода века сего, так можно для современного слушателя русскоязычного попроще объяснить то, что имелось в виду в завершении Евангелия, последние слова Господа, записанные Евангелистом Марком в частности, ну и Матфея, там говорится о погружении в сущность Отца, сущность Сына, сущность Духа Святого, есть мистическое учение в Восточной Церкви Православной, очень интересно, я с удовольствием делюсь этим опытом богатством, тысячелетним богатством Церкви, вот, и очень рад буду дружбе, сотрудничеству на Ниве Божьей с вами, друзья, всем святым в Коломне радоваться, и еще раз говорю, радоваться, благоставляю всех вас во имя Господне, погружайтесь в святую Божью любовь, переживайте эту любовь, пропитывайтесь ею, просаливайтесь этой солью, и тогда действительно мы станем этой солью для этого мира, для Коломны, для всех городов и сел, где мы живем, находимся, и благословением, для которого мы являемся, во имя Господне, благословляю всех вас, дамы и господа, братья и сестры, ведь еще это слово баптизу использовалось и для описания прокраски тканей, а мы прокрашиваемся кровью Божественной Мессии, Иисуса Христа, это Божественная кровь, она в наших жилах, она в нас, мы размышляем о крови Господне, потому что именно кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, мы искуплены от суетной жизни, предана нам от отцов, ничем более, лишь кровь Иисуса Христа нас освобождает, нас благоставляет, кровь Иисуса Христа, об этом без умолку я проповедую, об этом я говорю, я не могу остановиться просто, потому что это самая величайшая святыня моя, я могу все забыть, но это я никогда не забуду, это кровь Иисуса Христа, это крест Голговский, это страдания Мессии, которыми я искуплен, которыми мы все искуплены, слава Богу, благоставляю всех вас своими Господни, благоставляю священническим благоставением из четвертой книги Моисеевой, из чисел шестая глава, в конце шестой главы есть три стиха, которые просто потрясли меня однажды, три стиха, которые изменяют этот мир, потому как там имеется в виду, что Бог всемогущий, Творец неба и земли, Он обратит свое светлое лицо на нас и благоставит нас, и когда Он благоставляет, когда Он обращает свое светлое лицо, этот мир и каждый из нас не может остаться, просто-напросто не может остаться прежним, и пусть Бог обратит свое святое лицо сейчас на вас, дорогие друзья, на колонну во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, из города Липецка, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия, сегодня 20 января 2018 года. Мир всем!